Накануне в социальных сетях появилось видео, где подростки издеваются над 13-летней девочкой. Участниками произошедшего являются школьники. Публикация вызвала широкий резонанс в дагестанском сегменте социальных сетей. Простая ли это детская игра или чрезмерная жестокость, узнавал Абдулла Алиев. Это видео взбудоражило соцсети и общественность. Ученики 40-й школы, мальчишки, издевались над сверстницей. Закидывали ее снежками, толкали и даже отрабатывали на девочке борцовские приемы. Все видео сопровождалось нецензурной лексикой. Подростки подверглись жестокой критике со стороны пользователей соцсетей. Школьников обвиняют в чрезмерной жестокости и даже угрожают им расправой. Совсем молодые ребята и столько злости в них. Очень жаль, слов даже нет. Уроды, руки им надо поотрывать. К чему мы катимся, это и есть наши парни? Позор. Их бы унизить и похуже этого, чтоб всю жизнь помнили. Пусть сестрами этих ребят так поступают и поиграют. В связи с произошедшим 40-я школа стала главным объектом для выяснения обстоятельств и привлекла внимание представителей власти, общественности, правозащитных организаций, а также СМИ. Постил в школу и руководитель отдела просвещения Муфтеата Республики Дагестан Мухаммад Расул Ахмедов. Мы увидим в социальных сетях ролик, который распространяется. Мы с общественностью выехали в школу, чтобы узнать о случившемся. Встретились с руководством школы, встретились с родителями тех ребят, которые присутствовали на этом ролике. Переговорив с руководством школы, мы увеличили количество лекций, которые будут проводиться по духу нравственного воспитания школьников, чтобы это было профилактикой, чтобы в дальнейшем такие случаи у нас не повторялись. Для руководства школы поступок их учеников, как они признаются, стал неожиданностью. До этого случая послам завуча подростки не были увлечены в подобном. Причиной произошедшего стала ссора в группе в социальной сети ВКонтакте между школьниками и потерпевшей. Характеризовать я ни одного ребенка с отрицательной стороны не могу. Могу сказать, очень много положительного, хорошего в адрес каждого. Но то, что они вместе собрались и вот такое вытворили по отношению к девочке, не дает никакого оправдания. Состоялся разговор с ребятами, на тот момент, почему они так поступили по отношению к этой девочке, получается, дети в пылу, в разгаре, все это, даже не соображались, чем это может завершиться. Свой такой поступок. Вину свою они полностью признают. Родители школьников не скрывают огорчения и приносят извинения за совершенный их детьми поступок. Мать парня, совершившего пятибалльный борцовский бросок, уверяет, что ее сын испытывает угрызение совести и сожалеет о содеянном. Сын говорит, что сожалеет, да? Конечно, сожалеет. Он очень напуган. И не то, что напуган, имеется в виду, переживает за этот случай. Жестокие проявления юношеского максимализма не остались без последствий. Как сообщили нам в МВД, в отношении родителей учеников заведены административные дела, а самих школьников поставили на учет. На родителей несовершеннолетних злоумышленников составлены административные протоколы по статье 5.35 КОАП РФ. Это неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. А сами ребята будут поставлены на учет сотрудниками по делам несовершеннолетних. Министерство образования республики также приняло меры по отношению к руководству школы номер 40. Своя работа лишилась заведующая воспитательной частью. Был вынесен выговор заместителю директора и классному руководителю учеников. К сожалению, произошедший не единственный случай. Он просто был заснят на камеру. А сколько подобных инцидентов происходит ежедневно, когда подростки, не считаясь честью братьев и сестер, унижают их, лишь для того, чтобы потом похвастаться этим поступком. Нам надо понять, что если среди подрастающего поколения подобное будет происходить и дальше, то нас ждет не совсем светлое будущее. Абдулла Алиф, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.